На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Мария Сераева. В начале коротко о главном в этом выпуске. Трагическая дата. Три года прошло со дня страшного ДТП, в котором погибли нефтеюганские акробаты. Помощь на первом месте. Волонтеры 13-й школы представили свою площадку в рамках конкурса школьных добровольцев. Один светофор установили, другой частично перекрыли. Орегулируемых пешеходных переходах в материале нашего корреспондента. В храме Святого Духа прошла панихида по погибшим. Сегодня день памяти жертв аварии, которая произошла 4 декабря 2016 года. В тот день наши акробаты возвращались домой и везли с собой серебряный кубок. Столкновение произошло около 16 часов в районе 925-го километра автодороги Ханты-Мансийск-Нефтеюганск. Три года прошло, как случилась трагедия под Ханты-Мансийском, в результате которой погибло 12 человек, два тренера и 10 юных воспитанников. Сегодня такой день, когда мы поминаем это событие. И по этому поводу мы сейчас совершим поминовение усопших, панихиду. В октябре в центре города установили скульптурную композицию памяти акробатов и тренеров «Древо жизни». Мы очень плотно работали и работали над всем. Над идеей, над размером, над местом, над композицией. И все люди, вообще хочу сказать, что памятник – это не один человек что-то сделал. Памятник – это коллективная вещь. И вот энергия родителей очень сильно помогла. Гибель нефтеюганских акробатов стала огромным потрясением для всего нефтеюганска. И сегодня у памятника появилось много свежих цветов. Сегодня заработал светофор на улице Гагарина. Месяц назад снегоуборочная техника уронила опоры линии электропередач. В результате пешеходный переход надолго остался без электронного регулировщика. Напомним, эта неприятность случилась после сильного снегопада в первых числах ноября. Бульдозерист очищал проезжую часть от снега и задел опору линии электропередач. Падая, она уронила и второй столб. В итоге пострадало не только освещение, но и светофоры, видеонаблюдение. Сегодня все эти проблемы были устранены. Подрядчик промжил сервис, восстановил подачу электричества, а затем поставил новый светофор на пешеходном переходе. К обеду он уже работал. Видеонаблюдение наладили еще раньше. Многие автолюбители, которые ехали на работу по набережной, сегодня были в некотором замешательстве. На перекрестке у ЗАГСа не стало видно зеленого сигнала светофора. Видно, что его практически полностью закрыла табличка пешеходный переход. Как нам удалось выяснить, муниципалитет решил перевесить знаки с отдельно стоящих столбов на Г-образные опоры. Таким образом, хотели достичь их лучшей видимости для водителей. Реализовать эту задачу должен был подрядчик универсал сервис и, видимо, справился с ней не очень удачно. В департаменте ЖКХ заверили, что этот промах в ближайшее время будет исправлен. Общественность города обсудила проект бюджета «Нефтьюганска» на 2020 и плановый период 2021-2022 годы. Главный финансовый документ муниципалитета по-прежнему остается социально ориентированным. По сравнению с прошлым годом изменится доходная часть бюджета. Часть окружных налогов пойдет непосредственно в муниципальный бюджет. Например, это касается транспортного налога. В итоге в 2020 году поступления в бюджет ожидаются в районе 9,6 миллиарда рублей. Расходная часть запланирована на сумму чуть менее 10 миллиардов. Главный финансовый документ города остается социально ориентированным. Так 47% денежных средств пойдет на нужды образования. Предлагаемый проект бюджета создает финансовые условия для выполнения всех актуальных задач на трехлетнюю перспективу и представляет собой оптимальный баланс между выполнением обязательств и сохранением долговой устойчивости города. На публичных слушаниях присутствовали жители Нефтьюганска. Они получили возможность задать все интересующие их вопросы. Сколько детских садов будет построено в Нефтьюганске, поинтересовались горожане. В 16-м микроюне вместе снесенного детского садика и детский садик в 16-м месяце, в 5-м микроюне. По одному уже, если не ошибаюсь, проектирование закончено, по второму вот-вот будет закончено. Проект бюджета общественность одобрила. Теперь дело задумы города. Именно она на последнем в этом году заседании должна утвердить главный финансовый документ следующего года. Андрей Валикжанин, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Погасить долг за жилищно-коммунальные услуги и забыть про пени. Управляющие компании запустили предновогоднюю акцию. Для тех, кто накопил долг за коммунальные услуги и готов его полностью оплатить, управляющие компанию спишут пени. Акция продлится только до 31 декабря. Список управляющих компаний, которые участвуют в акции, вы видите на экране. Сначала помочь, потом свои интересы. Так говорят о своей волонтерской миссии участники городского конкурса добровольцев из 13-й школы. Отряд «Импульс» поддерживает ветеранов Великой Отечественной и агитирует за спорт. Одна на всех мы за сыном не постоим. Волонтерский отряд 13-й школы представил свою площадку на городском конкурсе добровольцев. Вера в победу у «Импульса» точно есть. Потому что мы добрые, активные, смелые, скромные и самые лучшие. Мы готовы помочь всем и именно поэтому мы топовая команда. Основная работа волонтерской площадки – помощь ветеранам Великой Отечественной в планах активно агитировать сверстников на спортивный образ жизни и вступать в ряды добровольцев. Волонтеры – те люди, которые будут помогать, независимо от всего. Им будет главное помочь. Их цель именно – это есть. При любой погоде, при любых условиях, при любых возможностях мы будем помогать, как бы трудно это ни было. Напоминаем, сейчас в «Нефтеюганске» проходит конкурс на лучшую волонтерскую площадку. В этом году в нем участвуют 12 добровольческих школьных отрядов. Наталья Платонова, Денис Ифремов, телерадиокомпания «Юганск». В «Нефтеюганске» отметили Международный день инвалидов. Артисты культурного центра «Лира» подготовили 8 праздничных номеров. Они пели, танцевали, а также поздравили постояльцев «Нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания населения» с новосельем. Каждое выступление артистов сопровождалось шквалом аплодисментов. Многие песни гостям праздника были знакомы, поэтому подпевали всем залом. Постояльцы комплексного центра отдохнули и душой, и телом. Самое главное в жизни – это желание здоровья вам и процветания, чтобы жизнь была наполнена яркими красками. Эти краски в жизнь приносим сами мы себе, потому что то, о чем мы думаем, то осуществляется. В нашем городе около 4000 людей с ограниченными возможностями здоровья. Их реабилитацией и адаптацией занимаются три специализированных учреждения. В течение дня они занимаются лечебной физкультурой, работают с психологами, участвуют в культурно-досуговых мероприятиях, выезжают на экскурсии. Это очень здорово, что в нашем обществе на сегодняшний день поменялась позиция, наверное, отношения к инвалидам. Потому что на сегодняшний день они у нас воспринимаются как равные, и у них есть все условия для того, чтобы получать все те же услуги, которые получают и здоровые граждане. Всего адаптивным спортом в городе занимаются 303 человека. Дети и взрослые занимаются плаванием, настольным теннисом, легкой атлетикой, силовым троеборьем. Большой популярностью пользуются шахматы и уроки хореографии. И своим ярким примером эти люди в очередной раз доказали, что их возможности далеко не ограничены. Анастасия Санникова, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Когда песня или стихотворение попадает зрителю прямо в сердце. Нефтьюганский прошел творческий фестиваль среди особенных детей. Артисты пели, читали стихи и играли на музыкальных инструментах. Сюжет из культурного центра «Юность» на наш взгляд не нуждается в комментариях. Я думала, не выйдем. Позвольте, как хорош дом, в котором живешь. Здесь смеются заливисто-звонко, здесь веселые песни звенят. Но нет, оставайся в космике в лесу, я ягод немножко домой принесу. Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Югра. Земля наша богата лесами, летом усыпана все здесь цветами. Пусть на самом деле лазит его мама. Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый. Мой нефтьюганск, ты столько нефти дал. Из старого лота могу оступать, и на месте дома вырастать. Старенькая стала, волосы седые. Где-то потеряла я годы молодые. От чистого и снова, прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Песочница для скульпторов. Один из индийских пляжей превратился в настоящую мастерскую. Более ста скульпторов приняли участие в Международном фестивале песчаных фигур. Далее рубрика «Другие новости». Пляж Чандрабхаба в индийском городе Канарак превратился в огромную творческую мастерскую. Здесь проходит Международный фестиваль песчаных скульптур. В фестивале участвуют более ста мастеров. Сюда приезжают многие известные скульпторы из разных стран. Мастера отражают в своих работах традиционную культуру и воплощают в песке самые смелые фантазии. «Я здесь первый день и собираюсь сейчас всё осмотреть. Люди здесь приятные и очень дружелюбные, интересуются искусством. Мы на пляже, и это прекрасное место. Мне очень нравится». В фестивале участвуют скульпторы из Дании, США, Ирландии, России и других стран. В это же время в Канараке проходит масштабный праздник, посвящённый индийскому классическому танцу и богатой культуре штата Адиша. На этом всё. Смотрите нас в социальных сетях и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23 77 47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok